Сегодня руководству Брестского областного комитета был представлен новый руководитель первого региона. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение председателем Брестского облсполкома Петра Пархомчика. Сегодня это решение единогласно поддержали депутаты областного совета депутатов. Брестский регион – один из динамично развивающихся в Беларуси. Он занимает ведущее место по экспорту сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. В ближайшие годы стоит задача улучшить эффективность производства, модернизировать агропромышленный комплекс, а также повысить промышленный потенциал. Реализовать эти и другие цели теперь предстоит новому руководителю области, подчеркнул глава администрации президента Беларуси Дмитрий Круто, и представляя на внеочередной сессии областного совета депутатов Петра Пархомчика. Александр Александрович, огромная школа производственная с самых-самых низких должностей до руководителя ведущих наших предприятий, Минского тракторного завода и БелАЗа. Затем он был министром промышленности, заместительным премьер-министром. На последней должности его обязанности, естественно, существенно прошелся, добавилась энергетика и ряд других отраслей, не связанных с Минпромом, промышленность в большом смысле этого слова. На его, скажем так, каденцию пришлись очень сложные события, связанные с санкциями, с серьезным санкционным давлением. Вы знаете, что сегодня практически половина отраслей нашей экономики находится либо под прямыми, либо, как их часто называют, под вторичными санкциями. Это огромный вызов с учетом большого дельного веса промышленного комплекса в экономике нашей республики. Петр Саныч на первых порах два года назад фактически в круглосуточном режиме возглавлял работу соответствующего штаба по своим направлениям и очень-очень достойно справился с этой колоссальной задачей. Назначение на такой высокий пост – это своеобразный карт-блаж для руководителя. Решение президента обосновано. Петр Пархомчик ранее занимал должность вице-премьера. Курировал, в частности, сферу промышленности. Знает эту отрасль лучше, чем кто-либо другой. Цитата. «Я с ним, русым, сегодня разговаривал. Он понимает все и знает, что там надо делать. Заявил, что с Пархомчиком не прогадали. Мы там порядок наведем, и в сельском хозяйстве будет доказана всяческая поддержка. Но почему промышленника? Потому что нам надо серьезно в Брестской области поработать с промышленностью. Поэтому я очень надеюсь, что мы забудем о всяких разговорах, о проблемах с промышленностью», добавил Александр Лукашенко. Петр Пархомчик уже поставил себе цель и определил задачи. «Я представляю, что нужно сделать в ближайшее время. И я уже сказал, те направления, которые были поручены президентом нашей страны. И в первую очередь это касается промышленного сектора Республики Беларусь. Но нельзя забывать, что завершается уборочная и каждый день потерянный. Вот сегодня это потерянный урожай. Поэтому, конечно же, будем заниматься вопросами сельского хозяйства. Будем искать новые точки роста. А именно новые точки роста как раз и находятся в промышленном секторе Республики Беларусь. Кое-какие уже договоренности достигнуты. И есть возможности создать хорошее предприятие в Баранжевском регионе. На заводе Баранжевский завод автоматических линий. Поэтому задача буквально в короткие сроки, в пределах 4-5 месяцев, создать рабочие места. Завести необходимое оборудование, которое уже изготовлено в Китайской Народной Республике. Ну и в первых циклах следующего года приступить уже к производству холодильников, которые ждут наши потребители как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. И напомню, что мы в преддверии уже очередного школьного периода. И конечно же здесь очень важно подготовить все учебные заведения. Ну и я вот просил руководителя района, чтобы они оказали содействие семьям, у которых много детей, может быть в семьях, у которых есть определенные недостатки в подготовке детей. То есть привлечь бизнес для решения этой вопроса, чтобы каждый ребенок получил, скажем, максимум для того, чтобы начать новый учебный год. Работать предстоит много и всем вместе. Новый губернатор подчеркнул, время выбрало нас. И добавил, никто кроме нас. Новый губернатор подчеркнул, время выбрало нас.